Коридоры безопасности. Что говорят в России о создании санитарной зоны в Украине? В последние недели российские военные значительно продвинулись на Харьковском направлении. Западные СМИ уже пишут, что Россия открыла новый фронт. Продвижение российской армии прокомментировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он сообщил, что на сегодняшний день планов по взятию Харькова нет, а усилия российской армии направлены на создание санитарной зоны с целью обезопасить мирное население в приграничных районах, которые обстреливаются в СССР. Что подразумевается под санитарной зоной? Способна ли она обезопасить приграничные районы России? И нужен ли подобный буфер на границе Беларуси и Украины? Рассказываем в обзоре Белта. Что заявил Путин о создании санитарной зоны? О том, что Россия может создать на прилегающих украинских территориях санитарную зону, чтобы обезопасить Белгородскую область и другие приграничные регионы Российской Федерации от обстрелов со стороны Украины, еще в марте заявлял российский лидер Владимир Путин. Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует. Прежде всего, конечно, иностранного производства, пояснил тогда Путин. При этом на уточняющий вопрос о том, какой может быть глубина такой санитарной зоны, Путин сказал, это отдельный вопрос. Идею санитарной зоны между Российской Федерацией и Украиной пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно только создав некий коридор, некую действительно буферную зону, с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости, пояснил представитель Кремля. На прошлой неделе, находясь с визитом в Китае, президент России вновь поднял тему создания санитарной зоны. При этом, из слов Путина, можно сделать вывод, что российская сторона уже приступила к реализации данного плана. Так, с созданием санитарной зоны Путин связал проведение российской армии операций в Харьковской области. Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина, властей Украины, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, приводит слова российского лидера ТАСС. Путин отметил, что в результате обстрелов жилых кварталов и центра Белгорода гибнут мирные жители. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем, сказал Путин. Он сообщил, что российская армия в ходе операций в Харьковской области добивается успехов. В то же время планов по взятию Харькова сейчас нет. Путин также отметил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, в отличие от Киева. Однако теперь необходимо понять, с кем именно там можно иметь дело и в какой степени кому доверять. Путин также заявил, что его крайне удивляют попытки диктовать России условия по мирному урегулированию в Украине после отказа от парафированного документа в Стамбуле. Мы готовы обсуждать мирное урегулирование, безусловно. Мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле. Это само собой разумеющееся, сказал он. В чем суть санитарной зоны? Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что санитарная зона сможет обезопасить приграничные районы России от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Я бы назвал санитарную зону зоной безопасности. Это прилегающий к российской границе территорию Украины, которая находится под контролем киевского режима. Это Черниговская, Сумская, Харьковская области. Именно с этих территорий происходят обстрелы Белгородщины, Курской области. Кроме того, на территорию Брянской области пыталась зайти ДРГ, диверсионно-разведывательная группа в прошлом году, рассказал Дандыкин в интервью «Известия». Военный эксперт объяснил, что суть санитарной зоны заключается в том, чтобы отбросить противника на такое расстояние, с которого он бы не смог осуществлять удары артиллерии и системами залпового огня. Он добавил, что как именно будет происходить реализация по выстраиванию санитарной зоны, пока неизвестно, так как ведение боевых действий постоянно находится в движении. Глава ДНР Денис Пушильн считает, что санитарная зона должна быть создана, чтобы исключить риски провокаций со стороны Украины. Слишком много оружия сейчас в Украине, слишком много радикальных банд, которые пока находятся под эгидой каких-то официальных структур. Но я не исключаю, что они будут выходить из-под контроля и совершать разного рода провокации. Причем где-то с отсылкой на официальную позицию Киева, где-то без отсылки. Ситуация может выходить из-под контроля. Поэтому санитарная зона будет нужна, чтобы обеспечить безопасность для наших населенных пунктов, сказал Пушилин в интервью ТАСС. Он также отметил, что украинские военные применяют дальнобойное вооружение. Поэтому так важно создать буферную зону, которая позволит говорить о полноценной безопасности региона. Защитит ли санитарная зона от беспилотных летательных аппаратов? По мнению заведующего отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, санитарная зона в Украине позволит отодвинуть ВСУ от границ России. Однако она не будет гарантий от ударов украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет наземного базирования по российской территории. В настоящее время обстрел ведется со стороны двух украинских регионов – Харьковской и Сумской областей. Вооруженные силы России на этих территориях могут создать некую буферную зону, которая отодвинет ВСУ от российских границ. Это не гарантия от ударов беспилотных летательных аппаратов и ракет наземного базирования с большой дальностью, против них ее создавать бессмысленно. По сути, она может создаваться лишь для защиты от основной части артиллерии противника, отметил Евсеев в беседе с изданием «Газета.ру». По его словам, именно действие украинских войск способствует созданию санитарной зоны в Украине. У России при этом есть необходимые резервы для реализации этой идеи. Какую территорию должна охватывать санитарная зона? Санитарная зона в субъектах России, граничащих с Украиной, должна составлять минимум 300 километров. Такое мнение в интервью ТАСС выразил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Сегодня у противника есть ракеты «Таурус», которые летят на 300 километров. Наверное, это минимальная дистанция, которую нам необходимо установить для безопасности континентальной России и всех новых территорий, которые также сегодня являются составными частями Российской Федерации, сказал он. О том, что пределы санитарной зоны должны зависеть от дальнобойности орудий, поставленных западными странами Украины, заявил и глава ДНР Денис Пушилин. Санитарная зона должна находиться на территории, по крайней мере, Днепропетровской области. Но опять же с учетом того вооружения, которое будет на тот момент у противника, с учетом дальности, сказал Пушилин. Политолог Михаил Александров не исключил, что для защиты от обычной артиллерии хватит удаленности в районе 30-40 километров. Другое дело – дальнобойные системы. Если брать Химорс в обычном оснащении, то это 90 километров. А ракеты дальнобойные – 300 километров. Это уже граница Днепра и Киева. В итоге все будет зависеть от того, как конкретно руководство России решит это сделать. Условно, санитарная зона может растянуться вплоть до Днепра, сказал эксперт в беседе с газетой РУ. В то же время Владимир Евсеев назвал удаленность санитарной зоны от границ России на 50 километров желаемым результатом, но призвал не считать это стопроцентной защитой для приграничных районов. С точки зрения Евсеевой, сейчас Украина сама помогает России создавать буферную зону, выселяя гражданских и отводя войска с территорий, откуда ведется обстрел. То есть Киев сам способствует тому, чтобы мы создавали буферную зону. Скорее всего, подобную возможность упускать нельзя. У России есть соответствующие резервы. Растягивание линии фронта отвечает интересам страны, резюмировал эксперт. Нужна ли санитарная зона Беларуси? Тему возможного создания санитарной зоны в Украине в апреле прокомментировал белорусский лидер Александр Лукашенко во время визита в Россию. Тогда глава государства заявил, что нашей стране подобная зона на границе не нужна. Президента попросили высказаться насчет заявления его российского коллеги Владимира Путина о том, что России может потребоваться санитарная зона на украинском направлении, чтобы обеспечить безопасность приграничных районов Российской Федерации. А вам такая нужна? Прозвучал вопрос. В Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там в приграничии с Украиной очень серьезно работаем, заявил белорусский лидер. По поводу санитарной зоны между Россией и Украиной Лукашенко отметил, что ее надо еще создать. Это же не простые вопросы. Думаю, что много будет зависеть не только от воюющих стран, но и от западных государств. Там проблемы серьезные в Украине, они уже это признают. Не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эту эскалацию. А эскалация – это поставка оружия, боеприпасов. И сейчас они начали поговаривать о переброске своих уже военных в Украину, скорее всего, на границу к Беларуси. Ждем, резюмировал Лукашенко.